СЕЗОН РЕСТОРАЇТИН Моё послание называется «Всё сбылось» Или всё сбудется? Книга Иисуса Новина, 21 глава, 43 стих. Библия говорит, «Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся от самых, и они получили её в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся от самых. Я хочу услышать вас, скажите обетование. Вы должны отвечать, «Как тысяча?» Скажите, «Обетование». Скажите, «У меня есть обетование во имя Иисуса». В противном случае вы были бы в могиле. Сказано, и никто из всех врагов не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово. Из всех добрых слов, которые Господь говорил Дому Израилеву, всё сбылось. Все обетования, все пророчества этой Библии сбудутся. Нет силы, способной помешать этому. Все обетования, которые дал вам Бог, все мечты, которые Бог вам дал, Бог не передумал из-за вируса. Эти обетования всё ещё да и аминь во имя Иисуса. Итак, давайте поговорим о призыве. Для начала посмотрим на призыв к Израилю. Бог призвал их из Египта. Он освободил их рукой сильной. Он призвал их, чтобы они могли поклоняться Богу. Это призыв к Нему. Когда вы находите Иисуса, вы обретаете цель. Когда вы находите Иисуса, то не обретаете образ жизни. Вы находите Иисуса и обретаете цель. Бог призвал Авраама, сказав, «Оставь землю Отца Своего и пойди в землю, которую Я покажу тебе. Я сделаю твое имя великим. Благословлю тебя и сделаю тебя великим народом». Для чего? Чтобы он был благословением. Во-первых, мы видим призыв. Бог призвал нас из тьмы в свой чудесный свет. Бог призывает нас оставить Египет. Затем идет видение. Каким было видение? Оно не состояло в том, чтобы его народ, страдавший 430 лет в рабстве, выживал. Бог призвал их в землю, которой течет молоко и мед. Бог призвал их в землю избытка. Всех жителей Африки. Я хочу сказать вам, что в мире достаточно денег для того, чтобы все жители Африки были благословенны. В мире достаточно ресурсов для того, чтобы каждый человек жил благословенной жизнью. Во имя Иисуса Бог говорит, «Следуйте за Мною. Я сделаю, не сломаю. Я сделаю ваше имя великим. Я расширю вашу территорию. Я благословлю вас. И вы будете благословением. Видение. Какое оно? Вся земля наполнится познанием славы Господней. Будучи доктором, вы используете свое влияние, чтобы служить своей цели, приводить людей к отношениям с Иисусом Христом». Итак, есть призыв. Этот призыв к Богу. Он призывает нас выйти и прийти к Богу. Есть видение. Бог показывает вам будущее, а не прошлое. Многие люди могут говорить лишь о своем прошлом. Они постоянно держатся за него и вспоминают свои ошибки. Я всегда говорю людям, «Вам лучше креститься и похоронить прошлое». Павел сказал, «Вот что я делаю. Я оставляю то, что позади, и двигаюсь вперед. Без видения народ погибает». Из-за локдауна и планов духа этого мира не забывайте, что мы в мире, но не от мира. Мы не можем терять видение. Ведь теряя видение, мы теряем надежду. И тогда мы переходим в режим выживания. Мы живем изо дня в день. И что тогда происходит? Люди сходят с ума. Теряют себя. Люди становятся как дикие лошади. Библия говорит, что они разбредаются в разные стороны. Видение — это то, что обуздывает Мужа Божьего, заставляет вас сфокусироваться на завтрашнем дне. А тот факт, что вы живы сегодня, говорит о том, что у вас есть завтрашний день. Не просто завтра, а то завтра, которое Бог запланировал для вас. Вот что Бог сказал Аврааму. Выйди из земли, где поклоняются идолам и следуй за мной. Я приведу тебя в лучшее место. Это место отделения. Новое поколение должно пройти через Киордан. Обрезаться. Для чего? Что такое обрезание? Это когда вы отрезаете то, что было в прошлом. Вы не можете двигаться вперед, держась за вчерашний день. Вы не попадете в будущее, глядя в зеркало заднего вида. Вы должны отпустить прошлое. Видение — это когда вы смотрите вперед, фокусируетесь на завтрашнем дне, говорите о нем. Вы не говорите о прошлом, о вчерашнем дне. Вы говорите о будущем. Будущие поколения — это те, которые придут в путешествие. Я хочу поговорить о нем сегодня. Бог освободил первое поколение. Только подумайте об этом. Три миллиона человек, которые 430 лет были рабами. Бог освободил их чудесным образом. Он совершил 10 чудес в Египте и 10 чудес по пути в землю обетованно. Бог вел их с помощью огненного и облачного столпа. А затем Бог говорит, «Я проведу вас через пустыню, чтобы вы поняли, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Но это поколение не могло понять, что их ответственность была в том, чтобы завладеть. Спасение — это ответственность Бога. Благодать, вы спасены по вере. Это дар Божий, чтобы никто не хвалился. Но выйти из Египта, пройти через Иордан в землю обетованную — это путь терпения и веры. А с этим у нас проблемы. И не только у нас. Посмотрите на Америку, Азию. Каждая страна сталкивается со своими вызовами. Вы думаете, что эмигрируете, но снова сталкиваетесь с теми же проблемами. Думаете, что переедете в город получше, но там те же проблемы. Возможно, проблема не в вашем окружении, а в том, кого вы видите в зеркале. Вы должны оставить себя. Горечь, боль, злость, отвержение должны просто отпустить все эти вещи. Вот почему Бог повел их в пустыню. Это место отделения, освящения. Там вы учитесь доверять Богу. Бог — мое прибежище. Я — Альфа и Омега. Я — ваша великая награда. Я — Эль-Шадай. Я — Бог, который может творить чудеса, когда они нужны вам. Я могу дать манну, перепелов и воду из скалы. Но потом Бог дает им видение, и они упускают его. Когда пришло время двигаться дальше, они не сделали этого. И так как они не сделали этого, Бог не мог ввести их в землю. В Библии говорится, что люди ограничивают Бога. Об этом говорится в Ветхом и Новом Завете. В 77-м псалме говорится так. Сколько раз они раздражали его, они оскорбляли, провоцировали его, они жаловались и ворчали. Вместо того, чтобы смотреть вперед, они всегда обращались к своему прошлому. Это рабский менталитет. Они говорили о вчерашнем, о том, что было 27 лет назад. 30 лет тому назад. Мы здесь, потому что 100 лет назад. Кто-то наломал дров. О нет, мы не можем изменить прошлого. И да, люди ломали дрова в нашей стране, но у нас есть будущее, потому что у нас есть Бог. Если мы будем следовать за Богом, то у нас нет предела. Все возможно. Обетования Божьи сбылись для Иисуса Навина и Халева, но не для остальных десяти, которые были неверующими. Хочу, чтобы вы услышали меня. Дух мира хочет выровнять поле, сделав всех одинаковыми. Мы все одинаковы в том смысле, что все мы люди. Выбор, шанс, талант, благодать, дар – это совсем иное. То, что вы делаете с тем, что получаете после спасения и избавления, зависит от вас. Вы можете жить, полагаясь на благодать Божью, с силой благодати Божией, с верой в Бога и способностями Бога. Ведь в противном случае вы будете сидеть и ждать, пока локдаун пройдет. А что, если локдаун затянется надолго? Такое вполне возможно. Я разговаривал с людьми, жизни которых разваливаются на части. Я разговаривал с людьми, которые быстро восстановились после того, как их жизни распались на части. Я разговаривал с людьми, которые говорят, «Пастор, это лучшие времена. Люди боятся и возможностей больше, чем раньше. Да, там есть великаны, но я вижу молоко и мед, вижу виноград. А что вы видите, дитя Божие? Хватит смотреть на великанов, на свое прошлое. Вы должны увидеть то, что Бог приготовил для вас. Прославьте Бога, потому что Он благ». И так эти люди не могли продвинуться, потому что были связаны со своим прошлым, с болью, с рабством. И семимесячное путешествие растянулось на 45 лет. А все потому, что Богу пришлось избавляться от их мировоззрения. Аллилуйя! 77-й Псалом, 41-й стих, говорит, что они оскорбляли или ограничивали святого Израилева. В Евангелии от Марка Библия говорит, что Иисус не мог совершить многие чудеса. Из-за их неверия они ограничивали Иисуса Христа, Бога. И то же самое можете делать вы в том, что Бог приготовил для вас. Задумайтесь над этим. Всемогущий Бог избавил вас, спас вас, наполнил Духом Святым. Он дал вам видение и мечту. Вы в восторге. А потом вы сажаете Его, как ребенка, на ноги и говорите, «Тебе нужно идти, кормить себя, думать за себя, взрослеть самому. Ты не получишь ничего просто так. Ты не получишь образование, просто сидя и сося палец. Тебе нужно пройти все классы, потом в университет, получить степень доктора, а потом пройти практику и стать доктором. Это путешествие. Судьба связана с путешествием. Это не место назначения. От славы к славе. Вот где мы путаемся. И они тоже. Они думали, что раз Бог дал им обетование, избавил их, вывел их чудесами и знамениями, то все случится само. Но Бог сказал первому поколению, «Нет, вам придется завладеть землей, придется перейти, подвязаться подвигам веры, стоять на своем». Вы должны воспитать ребенка, наставить его, обеспечить будущее, зайти на глубину, бросить сеть по другую сторону борта и достать ее. Бог говорит, «Я на полную сеть». Ты сделай возможное, а я сделаю невозможное. Но христиане продолжают ждать чуда. А Бог говорит, «Нет, когда вы перейдете Иордан, то больше не будете жить в одних чудесах. Теперь вы будете жить верой». Да, будут времена, когда я буду совершать чудеса для вас, когда доктора не могут помочь вам, когда вы в проблеме. Я совершу чудо для вас. Но остальную часть пути вы должны пройти верой и терпением. «Послушайте, что говорит Бог. Нам это может и не понравиться, потому что мы хотим все вчера». Он говорит, «Иисус новин, ты будешь завоевывать землю шаг за шагом». Представьте себе, что ваш ребенок за ночь превратился во взрослого, но его менталитет не поменялся. Сейчас много таких взрослых. Они жалуются на все, они никогда не взрослеют, потому что родители сдавали за них экзамены, писали тесты. Я сказал об этом своим детям, когда они ходили в школу. В то время как другие родители выполняли за них задания и писали тесты, я сказал «Нет». Я уже ходил в школу. «Спасибо, разбирайтесь с этим сами. Сами стройте свой характер». Я не буду одним из тех родителей, которые всегда кормят детей с ложечки. Ведь когда вы попадете в университет, там никто не будет кормить вас с ложечки. А после университета, в реальной жизни, вы поймете, что выживают сильнейшие. Никто не хочет говорить об этом. Выживают сильнейшие. Я знаю, что люди хотят быть посредственными, но Бог не создавал вас такими. Посмотрите на дух коммунизма. Все звезды в одно мгновение исчезли из соцсетей. Все фильмы отменили. Всех убрали из публичной сферы. И то же самое мы видим у нас, потому что это угроза. Людей с множеством последователей в коммунизме считают культистами. А для того, чтобы протолкнуть одну идею, всех нужно опустить на один уровень. Давайте не будем награждать одного с десятью талантами, кто усердно трудится. Это противоречит Библии. Библия говорит, что Бог дает вам дары, и то, что вы делаете с этими дарами, определяет. Какую награду вы получите от Бога? Используйте пять. Бог даст вам десять. Используйте два. Бог даст вам четыре. Закопаете один. Бог заберет тот, что закопали, и отдаст тому, у кого десять. Ваше будущее определяет Бог. Но, братья и сестры, вы должны верить в то, что путь — это ваша участь. По благодати верой не нужно просто сидеть и жаловаться. Молодежь в 23 спит до 10 утра, а потом рассказывает о своих мечтах. Нет. Если у вас есть великие мечты, вы будете вставать в 5 утра, будете молиться в 6 утра, будете в зале в 7 утра, будете заниматься делами в 8 утра, вы будете искать работу в месяц, два, три, пять, ничто не будет ниже вас. Вы будете делать возможное, потому что у вас есть обетование. А обетование не означает, что вы должны сидеть и сосать палец, или сидеть и ждать. Когда Библия говорит о том, чтобы мы ждали, то использует глагол, который означает «деятельность». Мечта сбывается благодаря активной деятельности. Давайте говорить о мышцах. Ведь если говорить о лишнем весе, у меня будут проблемы. Мы ничего не достигнем, если будем качать один бицепс. Нельзя просыпаться и говорить «вот это да! Откуда у меня это взялось?» Я знаю, что женщины поступают так. Откуда это появилось? Я больше не влезаю в свое платье. Как такое может быть? Не знаю, милая. Проверь свои запасы, посмотри, сколько шоколада ты съела. Вы не можете просто пройти мимо чего-то и подхватить жир. Здравый разум так же не появляется внезапно. Бог не создал людей неполноценными. К сожалению, среда, в которой рождаются люди, влияет на них. Вот почему бедность — это проклятие ада. Она учит того человека, что он неполноценен. Вот почему. Мы боремся за то, чтобы бедным детям позволили приходить в наши церкви, чтобы мы показали им лучший мир, забрали их из той среды. Мы стимулируем их разум и показываем, что они не такие, какими их называет общество. Вы такие, какими вас называет Бог. Вы не неудачники, а победители. Вы не меньшие, а большие. Вы приняты. Придайте достоинство той девочке, на которую все смотрят как на предмет. Придайте ей достоинство, и она сможет стать в будущем президентом ЮАР. Движение вперед — это путешествие. Мы должны преодолевать оппозицию. Мы должны настойчиво двигаться вперед. Вот почему я буду стоять здесь, пока наши здания снова не будут наполнены людьми. Я не буду сдаваться. Воскликните Аминь. И каждый раз, когда у меня будет встреча с президентом, я буду говорить, нам нужно открыть церкви. Президент, разве вы не видите статистику? Эта страна катится в бездну. Ваша полиция не сможет остановить моральный упадок? Есть лишь одна сила, способная остановить его — церковь Иисуса Христа. Наше дело правое. Мы не будем молчать. Вы не можете изменить сердце человека, не можете дать надежду ребенку. Если вы на балконе, то воскликните громко, чтобы я услышал вас, потому что я вас вообще не вижу. Бог говорит, что ваши мечты сбудутся, если вы ответите на его призыв. Вы не сделаете этого без него, если вы будете верны моему видению на вашу жизнь, видению цели, то следуя, я говорил недавно об этом на собрании, если вы не были с нами, то посмотрите это послание, потому что оно революционное. Люди постоянно проповедуют смерть для себя. Знаете, умереть для себя — это простая часть, а вот жить для Христа — это сложно. Умереть легко, но мы не можем просто умереть. Мы должны жить, легко забиться в угол и не бороться за то, чтобы церкви открыли. Вы можете засунуть палец в рот и вести себя так, словно все хорошо. Библия говорит, что мы приносим наши тела в жертву живую, не мертвую. Нам легко умереть, но вы должны умереть однажды, чтобы до конца своей жизни жить в силе воскресения Иисуса Христа. Вы не умираете для того, чтобы стать каким-то червяком, который постоянно говорит, «Я недостаточно хорош, я не заслуживаю этого, я не могу». Такие слова не угодны Богу. Павел говорит, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иисус Новин и Халев были другими. Они говорили, «Если Бог за нас, мы сможем победить. Давайте поднимемся и завладеем землей. Унижение на словах не угодно Богу. Я самый маленький, самый слабый, бедный я мальчик из бедной семьи. У меня нет будущего и надежды. Мне нужен социальный грант. Это мое будущее». Нет, ваше будущее — это Иегова, Бог. Оно скрыто в личности Иисуса Христа. И когда вы найдете Иисуса Христа, путь, истину и жизнь, вы узнаете истину о себе, о той жизни и о том пути, который Бог приготовил вам. Не имеет значения, как плохо вы себя чувствуете, как вам больно, какое ужасное у вас прошлое. Все это не имеет значения. Иисус сказал, «Следуй за мной, я сделаю тебя». Религия ломает людей. Люди критикуют меня за то, что я даю людям надежду. Что вы хотите от меня? Я даже не прошел первую страницу, но я хочу сказать вам, Он пришел на эту землю, потому что возлюбил вас и меня. Он пришел не только для того, чтобы мы могли попасть на небо. Это первый шаг. Он пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Люди ищут жизни, процветания и судьбы без Бога. Вы не найдете их. Вы найдете лишь ложь, обман и пустые обещания. Возможно, вы еще не отдали свою жизнь Иисусу, так положите руку на сердце. Возможно, вы отошли от Него. Вернитесь к Иисусу. Это просто. Сделайте это сейчас. Скажите, Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Спасибо, что возлюбил меня и умер за мои грехи. Во имя Иисуса.